Итак, всем привет. Сегодня у нас будет ролик по моей самой любимой инди-игре, по Hello Neighbor. И сегодня мы с вами разберём все игры из этой серии, и я скажу вам своё мнение насчёт них. Не знаю, что ещё сказать в выступлении, приятного просмотра. Капец, я так кринжово сейчас сказал. Мы, если что, пропустим все альфа и бета-версии, мы начнём сразу с релиза, окей, да? Итак, Hello Neighbor, релиз. Столь долгожданная, но при этом всеми захейченная игра. Да, как все считают, релиз Hello Neighbor получился ужасным. Плохой сюжет, плохая графика, куча багов, и совершенно не то, чего мы все с вами ожидали, да? Но я имею достаточно непопулярное мнение насчёт этой игры, потому что мне она нравится. Я люблю баги, мне нравится этот сюжет, я люблю этих персонажей. И, как по мне, игра хоть и не стала тем, чего мы все хотели, но она получилась уж точно неплохой. И я, если честно, полностью доволен. Для тех, кто не знает, то в этой игре мы играем за мальчика Никирот, который пытается пробраться в подвал соседа. Ну и потом зарабатывает себе на этом детские страхи, потом с ними борется, ему снятся страшные сны. Короче, сюжет там достаточно интересный. Сюжет у игры подаётся креативно, через всякие сны. И мне, если честно, этот подход очень нравится. И, в принципе, релиз Hello Neighbor, по-моему, получился очень даже хорошим. Плевать на критику. Что ж, ну а мы идём дальше. Давайте каждую игру оценивать по 10-бальной шкале. Этой игре я ставлю 7,5 из 10. После релиза Hello Neighbor вышло дополнение Hello Neighbor Hide and Seek, которое уже показывало, что случилось с семьёй соседом. Ну, ребят, добро пожаловать в объективно лучшую игру по Hello Neighbor. Я серьёзно. В ней нету багов, в ней интересный геймплей, интересные локации. В ней намного меньше багов, в ней много интересных локаций. И, по моему, и не только моему мнению, а по мнению Mass, это лучшая игра из серии игр по Hello Neighbor. Я, конечно, не могу сказать, что лучшая, но однопользовательская игра как минимум лучшая. В этой игре мы играем за дочку соседа с сыном соседа. Обойдусь без спойлеров, но эти прятки закончились чем-то очень ужасным. Короче, в игре мы должны бегать по гигантской локации, решать всякие головоломки для того, чтобы собрать какое-то определённое количество игрушек и запихнуть их... Запихнуть их? Положить их в корзину. И параллельно избегать нашего братца, который будет нас ловить, а иногда будет ещё и забирать пойманные нами игрушки. Игра очень хорошая, и, как я уже сказал, среди однопользовательских игр, это лучшая игра по Hello Neighbor. Ставлю 9,5 из 10. Дальше у нас идёт игра Secret Neighbor. Это моя самая любимая игра по Hello Neighbor. Она подарила мне незабываемые эмоции, она познакомила меня с кучей друзей, и я за это день очень благодарен. Сама игра у нас жанра Murder Mystery, только без шерифа. В игре у нас есть 6 детей, которые должны найти 6 ключей и открыть подвал соседа. Но один среди детей будет соседом, или клоуном, или вороном, там вообще много разновидностей. И это хоть и звучит просто, но играть в Secret Neighbor для меня сущие удовольствия. В игре офигенная графика, отличный геймплей. Я очень люблю и ценю эту игру всем сердцем, и всем советую в неё поиграть. Даже несмотря на то, что разработчики забили на неё, и сейчас почти не выпускают обновлений. Плевать, эта игра была, есть и остаётся одной из моих самых любимых игр вообще. 10 из 10, просто без слов. Hello Engineer — это игра с персонажами из Secret Neighbor, где мы должны строить всякие машинки. Сам про игру ничего особо сказать не могу, я играл в неё очень мало. Но мне, на самом деле, достаточно понравилось. Я небольшой фанат таких игр, но выглядит она достаточно интересно. У меня есть только один вопрос. Для кого это было сделано? Из Hello Neighbor — это инди-хоррор. При чём тут вообще конструктор? Зачем? Не знаю. Но игра не прямо уж плохая. В ней прикольная графика и, ну, не прямо уж ужасный геймплей. Но я не понимаю, при чём тут Hello Neighbor? Типа, зачем было делать её именно с персонажами Hello Neighbor? Чтоб она продалась лучше? В общем, игра как игра, не очень плохая, не очень хорошая. Никакую оценку ставить не буду, потому что я не знаю, как это оценивать. Hello Neighbor 2. Как по мне, самое главное разочарование 2023 года. Я эту игру очень ждал, у меня на неё были большие надежды. Я играл во все альфы, они мне все очень нравились. Всё это было так круто. Новая крутая графика, новые персонажи, увеличивание вселенной, всё такое. Но по итогу мы получили неиграбельный кусок говна, в котором ничего, кроме улучшенной графики, нет. NPC ведут себя тупо, сюжета банально нет. Багов больше, чем в бете 3. Вот сейчас без рофлов. В альфах и в Hello Guest контента было больше, чем в полном релизе Hello Neighbor 2. И на это они потратили 5 лет. У игры невероятный потенциал. Но то, что мы получили, как по мне, это откровенный плевок в лицо всем фанатам оригинальной игры. Если в релизе Hello Neighbor 1 баги были весёлыми, то здесь баги буквально мешают играть. Из-за них игра становится неиграбельной. И единственное в этой игре хорошее, это, повторюсь, графика. Вот графика в игре, да, зачётная. Но вот со всем остальным у игры большие беды. И лично для меня эта игра стала большим разочарованием. 3,5 из 10. Hello Neighbor Diary. Я сам в эту игру не играл. Так что попрошу маэстро рассказать про эту игру. Ну, теория, конечно, такая нормальная. Но иногда может быть просадки. Просто там, конечно, при релизе не сильно было удобно играть. Но сейчас более всё объясняют. И всё такое. Ну, не, игра хорошая. Но тем, кто читал книги, это не сильно будет интересно. А так, если посмотреть с того, когда ты такой олд, привет, сосед, и ты ждал игру, в которой будет хоть какой-то сюжет по книгам, то ну, это сильно зайдёт людям. Понятно. Что ж, на этом видос закончился. Спасибо всем за просмотр. Надеюсь, я никого не обидел. И всё ещё не умею нормально заканчивать ролики. Так что просто всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok